Сегодня я расскажу вам, как правильно прессовать тени. Этот секрет я хотела унести с собой в могилу, но все-таки решила поделиться им с вами. Для начала самое главное правило, когда вы собираетесь прессовать тени, обязательно должны присутствовать не спирт, как все говорят, а туалетная вода. Я много раз пробовала со спиртом, как говорят в других видео, но у меня всегда получалось из тени и камень. И они просто потом шли в мусорку эти тени. Все, что я не пробовала делать с обычным спиртом аптечным или с салициловой кислотой, салициловая кислота вообще для этих целей абсолютно не подходит, нужно обязательно брать туалетную воду. Обязательно, также вторым пунктом, эта туалетная вода должна вам нравиться, потому что если вы подумаете, ну как раз потрачу на эту затею неприятную туалетную воду, которая там не нравится или надоела, вы просто будете сходить с ума от этого неприятного запаха, потому что запах на тенях держится очень долго, даже от нестойкой туалетной воды. Следующее вам нужно раскрошить зубочисткой рефил, смешать тени, как вам нужно, перемешать между собой, или оставить как есть, или если они у вас уже были разбиты, просто хорошенько их помолоть. Этой же зубочисткой вам нужно хорошенечко расправить все тени, чтобы уже в рефиле, то есть вы их насыпали снова в рефил, после того как расправили, естественно на бумажке, это удобно сделать вот на такой маленькой квадратной бумажке, размером вот с мои пальцы. Вы это делаете, засыпаете и разравните зубочисткой, после этого придавливаете пальцем. Когда вы придавили пальцем, вы можете обшикнуть духами и придавить какой-нибудь ненужной вам тряпочкой. Можно вот такую взять с рельефной поверхностью, тогда на ваших тенях останется такой красивый рельеф. Но и еще, самая важная и самая большая ошибка, вот в этом моя раньше была, я брала либо салфетки, либо еще что-нибудь. Нельзя брать салфетки, салфетками не получается, у меня не получалось ни разу с салфетками, ничего нормального с салфетками не будет, потому что салфетки слишком много впитывают. Нужно брать обязательно ткань, можно взять одноразовую маску, можно взять одноразовую пеленку, можно взять просто старую ветошь какую-нибудь. В общем, это обязательно должна быть тряпка, только тогда у вас получится. И по окончанию всего этого действия обязательно нужно, чтобы вы хранили, не оставляйте открытым, нужно хранить обязательно закрытым, потому что слишком сильно все выветрится быстро, и это все равно останется камнем. Важно хранить закрытым, ничего страшного с вашей палеткой не случится, если вы ее закроете, там не будут какие-то супер испарения на крышке или чего еще можно в этом случае бояться, зеркало не портится. Я сделала перепрессовку абсолютно всех своих палеток, так как я посчитала логичным, так как мне нравится, пастельным оттенком яркий к ярким, потом более любимые и менее любимые рассортировала, сделала более логичный порядок во всем, потому что они меня вгоняли в депрессуху, они мне не нравились, мне казалось нелогичным все расположение везде, и естественно отталкивалась от палетки, которая мне больше всего нравится, и палетки, которая мне меньше всего нравится. Ну и соответственно еще вместе с тем я позанималась вот таким творчеством, я посмешивала тени по-разному. Вот у меня получались такие вот оттенки, зеленые, бордовые, фиолетовые. Это то, что я делала сегодня. На все это я потратила три дня из шести палеток, из семи палеток. Я сделала еще для себя румяна, также я для себя перепрессовала помаду, помада вот такого фиолетового оттенка, похожа на вот эти тени. В общем, это моя палитра цветов. Следующее, у меня почему-то остался один рефил, который ну просто остался. Чему нужно быть готовым, когда вы перепрессовываете тени? Во-первых, будет очень грязно. Эта работа неожиданно долго. Вы просто надорветесь, если будете стоять. Нужно обязательно сесть, расположиться удобно. Обязательно, чтобы у вас все было под руками. И нужно приготовиться еще самое важное тому, что будет довольно большая потеря содержимого. Потому что там крошка, сям крошка и в итоге это, не знаю, я может потеряла 50 макияжей вот таким образом. Ну это я, конечно, на вскидку говорю. В общем, результат, который у меня получился, меня удовлетворяет. Мне нравятся все получившиеся оттенки. Самое еще такой пункт, просто лайфхак. Если какие-то из теней запрессованы слишком твердо, в них нужно добавить либо шиммерные тени, и тогда с новой перепрессовкой они будут набираться уже гораздо лучше. Либо добавить немного блесток. Так, прессовка получается рыхлее, и они тогда набираться будут лучше. Еще такой для меня важный момент, забыла тоже отметить. Всегда качественнее и легче тени, которые не матовые, которые сатиновые, которые фольгированные, которые самые такие жирно набирающиеся. Вот эти тени, с ними работать легче всего. Сложнее всего работать с матовыми. Потому что матовые, если у вас разбилось что-то матовое, и это, например, румяна, может быть, даже и оставьте их вот в таком виде, чтобы они просто остались у вас рассыпчатыми. Потому что с матовыми нужен подход, нужно очень-очень тщательно их размельчить и очень хорошо, ровно разровнять, чтобы до того, как вы нажмете пальцем на них первый раз, они уже были в идеальном состоянии. Вот практически такие, что непонятно, разровненные они или еще нет. Уже пальцем. В общем, вот небольшие вам секреты по тому, как делать тени. У меня остался вот такой цвет, который я сейчас аккуратно донесу. Это мой любимый цвет. Я им красила брови. Он у меня остался из одной из палеток. Еще, кстати, вот еще что отмечу. Выходит так, что у вас обязательно останется немножко лишнего. Потому что, смотрите, когда вы насыпаете палет в рефил, оно рыхлое, оно как вскопанная земля. И когда вы придавите, его снова станет меньше. Но сразу вы не сможете насыпать так же много, как там в итоге должно получиться в этом рефиле. И поэтому у вас немножко... Это нормально, если у вас немножко останется со всех перепрессовок. Например, приготовьте какой-нибудь свободный контейнер под румяна. Возьмите только светлые какие-нибудь шиммерные розовые золотистые цвета. И сделайте, как я. У вас обязательно останется немножко лишних теней. Если вы будете так же, как я, например, менять палетки местами между собой или в логическом порядке их как-то делать, обязательно останется. И вот то, что останется, вас, надеюсь, приятно удивит. Потому что... Мой эксперимент удачный. Потому что все, что я сделала на протяжении всех этих дней, я это не делала день за днем. У меня все тени получились хорошо набирающимися. Они остались такими же яркими. И с ними все осталось хорошо. Некоторые даже стали гораздо лучше красить. Поэтому я абсолютно не жалею, что я в это ввязалась. Хотя потратила очень много времени. Обожаю вот этот сиреневый и зеленый. Ну вот, я рассказала все. Всем пока.